У нас мы привыкли, это правильно, это не неправильно, это правильно, что мы должны ставить акцент на позитивные вещи, на хорошие вещи, акцент. И за последние годы я постоянно, и не только за последние, это практически всегда так было, кроме самого начала, когда я познал Бога. Всегда концентрироваться на те вещи, которые твои, на свои сильные стороны, на то, что ты сам есть, и на людях. Побуждать людей пользоваться своими сильными сторонами, своими талантами, думать позитивно. Больше концентрироваться на то, что ты можешь, а не на то, что ты не можешь. На то, что ты можешь, а не то, чего нельзя. Хотя в Библии мы многом можем читать. Нельзя, не будет, не трогать. И это не только в Ветхом Завете. Иисус говорит то же самое. И апостолы. Есть такие четкие линии, которые нельзя нарушать. Но сегодня я для баланса решил сказать, чего нельзя делать. Чего категорически нельзя трогать, чего нельзя делать. Просто нельзя. Но мы можем так, молиться позитивно, концентрироваться на... Заменить свои старые привычки на новые. Старая привычка, которая деструктивна, которая плохая, которая несет невкусные плоды в твоей жизни и в жизни других людей. Естественно, лучшее заменить их, заменить это. Это значит, что ты понимаешь, это неправильно. Ты заменяешь это какими-то вещами. Ты начинаешь тренироваться, провозглашать, молиться, меняться изнутри. И в реальности ты меняешься. И заменяешь. Но перед тем, как ты должен был это заменить, эта привычка у тебя возникла, появилась. И она появилась потому, что... Ладно, в семье мы в разных семьях рождаемся, и это не зависит от нас. Но в осознанном возрасте мы получаем деструктивные привычки, которые нарушают нашу жизнь, отношения с людьми, в семье, в финансовых вопросах, в основе в духовных вещах, по незнанию, по возжеланию плоти. Это привычка. И сегодня с утра в очередной раз я проводил время в своей комнате для молитвы. Я записывал какие-то мысли, и три раза я вытаскивал из стола клавиатуру, на которой больше невозможно писать. От старого компьютера, стационарного, вместо того, чтобы по новой привычке писать на клавиатуре от портативного компьютера, я заменил компьютер давно, но все-таки в какой-то момент эти привычки старые, они остаются. И вместо того, чтобы что-то менять впоследствии, просто лучше не трогать. Есть вещи, которые элементарно нельзя делать. нельзя делать. Божье Слово говорит, свои мысли направляйте на небесные вещи, а не на земные вещи. О земных вещах здесь не идет речь о нашей повседневной жизни. Земные вещи здесь имеются в виду те, которые, в принципе, духовные какие-то вещи, законы, основные законы, которые нельзя трогать. И это четвертая заповедь. Почитай день субботний. Это точно такой закон, заповедь, что один день нужно посвятить Богу. посвятить Богу. Понедельник, вторник, среда, неважно. Но ты должен принадлежать к церкви, собираться вместе. Обязательно весь Израиль приходил в храм, точно так же, как и в синагогу. Весь Израиль собирался каждую неделю в синагоге. Каждый человек, чтобы он мог расти, им нужна знание и среда. Это структура, место, где мы собираемся. В основе основ два важных, две важных вещи – знание и мудрость. И в первую очередь, это почитай день субботний. И это не моя выдумка. Я могу научно это доказать. Спокойно. Какое влияние? Одинаково думающие люди, когда они собираются. Какая-то мощь, какая-то сила. Человек один вообще ничего не может. Он зависит от других людей. Мы духовные люди. Мы читаем Божье Слово. Мы считаем себя христианинами. Что у нас есть? Тогда у нас есть своя церковь. И здесь речь идет не о том, что ты делаешь сегодня или не делаешь сегодня. Речь идет о том, что происходит в твоем разуме, в голове. Ты не можешь так просто в один день изменить свои привычки. Свои или какого-то своего соседа. Не можешь заменить новыми. Есть вещи, которые категорически нельзя допускать даже в мыслях. Скажи соседу, трем людям вокруг тебя есть вещи, которые нельзя думать. Какая десятая заповедь? Десятая заповедь. Не возжелай. Не возжелай. О чем идет речь? Первые четыре заповеди, они по поводу отношений с Богом. Остальные по поводу отношений между людьми. Не кради, не прелюбодействуй. Отношения между людьми. Блохую славу распространять. Это десять заповедей. Иисус пришел на землю, и Он сказал, «Я не пришел отменить даже единую букву из этих заповедей». Это не включает ветхозаветную политику, какие-то законы гражданские, которые связаны с храмом, с религией. Здесь речь идет об основных законах. Основные законы — это десять заповедей, друзья. И это есть тот стандарт. Иисус пришел и сказал, «Я не пришел отмести, отменить заповеди, а наполнить, исполнить». Чего-то не делать, воздержаться делать — это минимальное требование. Иисус требует. Даже не думай. Даже не допускай мысли о грехе в мыслях. Даже в мыслях нельзя допускать и развивать какие-то такие греховные вещи, как, например, не посещать служение, не проводить время за изучением Библии. Даже в мыслях не размышляй об этом, как не прощать своему ближнему. Непрощение — это очень тяжелый грех, очень тяжелый грех. Но не потому, что вот мне нужно, чтобы ты простил. Нет, потому что твоя жизнь будет уничтожена, если ты не простишь. Потому что Иисус говорит, если ты знаешь, Он даже дальше идет. Если ты знаешь, что у тебя, у какого-то брата есть против тебя что-то, оставь свой дар у алтаря, чтобы примириться со своим другом. Здесь речь идет о скорости, о важности. Важны отношения с людьми. Насколько они важны. Непрощение, оно уничтожает, и все будет только хуже. Точно так же и у нас, в наших головах, нужно в корне эти мысли останавливать, которые нельзя размышлять. Я не буду говорить о том, что нельзя делать, а о том, о чем нельзя думать. Делать, ну, там уже ничего не поделаешь. Если ты упустил это в свое сердце, ты это будешь делать и делать, и делать. Но именно на уровне мысли, на уровне сердца, на уровне привыч, вещи, которые нельзя допускать. Итак, сегодня будет такой более негативный тон проповеди, но нужно идти к балансу. Библия говорит о вратах. О Новом Иерусалиме говорит Библия, что там есть 12 ворот. Также Библия говорит о вратах ада. Ты, Петр, на Тебе я построю свою церковь, и врата ада ее не преодолеют. Иисус говорит, боритесь, боритесь войти в узкие врата, потому что широки врата, которые ведут в погибель. Он не говорит здесь в позитивной форме. Он говорит, есть вещи, которые нельзя. Ты должен быть в позиции борца, когда ты идешь через узкие врата. Скажи, я иду через узкие врата. Аминь. Я иду через узкие врата, потому что широк путь, ведущий в погибель. Иисус говорит, я вратах. Я путь истинной жизни, Иисус говорит. Кто войдет через меня, тот найдет, что? Пастбище. 23-е Псалом. Он ведет меня к чистой воде. Он пасет меня на пастбищах зеленых. Ковш мой наполнен до краев. И этот человек в красивой форме, человек в поэтической форме высказал, как он это ощущает, как он это ощущает, войти в Божье присутствие. Через Иисуса Христа войти в Божье присутствие. Он есть дверь. Как это выглядит? Это выглядит так. Мы признаем. Мы грешили. Мы были неполноценными. Мы принимаем Иисуса Христа своим личным спасителем. Происходит рождение свыше. Что-то меняется в наших сердцах, в нашей духе. В Библии говорит, все древнее прошло, теперь все новое. К сожалению, этого нового никто потом не видит особо. Если честно, ничего из этого особо не видно. Происходят какие-то чудесные изменения, какие-то, не знаю, какие-то зависимости там проходят, переживания какие-то. Красиво. Но Библия говорит, к сожалению, боритесь, боритесь, чтобы войти в узкие врата. Речь идет здесь о том, что Иисус говорит, возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя. На протяжении всей своей жизни мы должны стремиться и совершенствоваться. Это борьба, значит, борьба над собой. Совершенствоваться по отношению к Богу и по отношению к людям. То, что ты родился свыше, это не гарантирует еще ничего. Важный вопрос, простой, чтобы ты помнил, ты на истинном пути, на истинном ли ты пути, ведущим к небесам. Это не пассивное состояние. Это не нечто, что ты можешь делать и можешь не делать. Пойми, ты не можешь так длительно делать. Мне нужно. Кто-то мне так сказал, лидер группы сказал, нужно так-то так-то делать. Возможно, ты сам лидер. Я поставил цели. Возможно, это не церкви, у тебя есть цели. Я должен работать, я должен работать, я должен работать. Я должен идти к целям. Как долго человек может протянуть? Обязанность, 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 я должен, должен, должен. Обязанность. все лучшие вещи, которые я делаю. И сегодня здесь. И сегодня здесь то, что я сейчас говорю, это родилось легко. Пойми, если ты хочешь подпрыгнуть, ты должен стоять крепко на своих ногах. Пойми, если ты научился крепко стоять на своих ногах, если ты регулярно совершенствуешься, платишь какую-то цену, эти направления, идеи, они приходят легко. Лучшие вещи, которые ты делаешь, ты делаешь их легко, без особого старания. Это из твоей внутренности исходит, из этой энергии, из сердца внутренней. И это скрытая энергия твоего духовного человека, которая в тебе. Я повторюсь, 5% только мы осознаем, осознанные вещи делаем. 95% это то, что у нас внутри, в нашей привычке. Никто не понимает, что у нас в духе. Мозги кто-то испытывал, исследовал, но огромная мощь, она скрыта еще в нас. У меня лично она огромная, эта мощь. Я это осознаю. У меня еще много мощи, которая не открыта. И чтобы ее раскрыть, я должен совершенствоваться. И чтобы быть на этой узкой дороге. Якобы она сложная, но Иисус говорит, ноша моя легка, ярмо мое приятно. Да, берите на себя ношу мою, да. Но это легко и приятно. И есть вещи, которые нельзя делать, даже не думать о них. Нельзя, нельзя. Это уничтожит твою жизнь. Делать, не делать, это потом. Это только последствия. Подобно как полиция работает. Полиция работает и борется с последствиями, а бороться нужно с корнем. То, какое воспитание, в семье, в школе. Как в Японии. Первые школьные годы вообще не учатся никаких наукам каким-то. Но о жизни, личность развивают, дары развивают. Поэтому японцы, они являются одними из лидеров в мире. Наблюдая, как Европа поглощается все в большую бездну, я думаю, что контраст будет заметен очень. Дисциплина. Дисциплина важна. Не столько то, что ты делаешь, а то, что в тебе. Ты учился в школе, читал о трое, правильно? Долгое время считалось, что Троянская война произошла с помощью коня. И конь троянский всем известен, да? Но, скорее всего, это просто поэма. Но до момента, до недавнего времени ученый, археолог открыл Трою на территории Турции теперешней. Это был город, который невозможно было завоевать. Я был в Микене, в Греции, и я видел развалин. И это такое впечатляющее. И там старая собачка спала. Я хорошо помню этот момент. Это было очень впечатляющее место. Четыре тысячи лет назад эта цивилизация была. Греческой цивилизации еще не было. Даже не было еще. Именно во время Троянской войны было завоевание Трои. В 1200-300-е до нашей эры. Да, примерно в это время. Греческая империя Греческая империя возникала со временем. Это не произошло за один день. И они столкнулись с Троянскими правителями. Во время Троянской войны Троя это завоевание Трои. Можно посчитать. Знаешь, после завоевания Трои есть такой термин «темные времена». Микенская империя. Она утратила свою яркость. Она начала распадаться. Это не единственное происшествие с Троянским конем, но в целом завоевание Троя оно связано с последующими такими временами, темными временами. как эта цивилизация микенская на угасла. Греческие потомки, не потомки, а более древние греки, до греков. Они не могли завоевать. Были толстые троянские стены, они не могли тысячелетиями завоевать. Там была такая война. Исторический фильм есть «Трое». Какое представление можно, как там Гектор воевал, боролся. мне кажется, там из Илиады даже диалоги в этом фильме, насколько я помню. Очень красивый фильм. Правители Трои, как они жили, с счастливой жизнью, все красиво, классно. Десять лет не могли завоевать. А что же произошло потом? Греки придумали хитрость. Они построили огромного коня. И коня по обычаям тех времен, фактически идолопоклонства, это была такая жертва, которую нельзя было игнорировать. И в этой жертве, в этом коне были скрыты греческие военные. греки, они сожгли свои корабли, сделали такое, они сделали вид, как будто бы они сдались, поднесли этого коня, и Трояне пустили этого коня. Ночью из коня вырезали военные и изнутри открыли ворота. Изнутри открыли ворота. И вот Троя была уничтожена, люди убиты. И фактически это обозначает такой момент перехода от бронзового века к стальному или металлическому веку. И наступили темные времена. И знаешь, в программатуру компьютерной есть троянские кони, и поэтому нужны всякие касперские антивирусы, которые ловят троянских коней. Троянские кони, деструктивные программы, которые воспринимаются как хорошие. Компьютеры их воспринимаешь как без... Если у тебя нет антивируса, например, Троянский конь, он как работает? Его воспринимают как положительную программу, а она уничтожает твою программатуру и данные сдает точно так же и с мозгами людскими, точно так же с людскими мозгами. Если ты позволяешь, запомни, если ты только допускаешь свои мысли, то, чего нельзя думать, например, на какие-то секунды окей, подольше подумаешь, пять минут, я думаю, это конец, я думаю, пять минут, это уже все, чао. Но это индивидуально, возможно, кому-то можно дольше подумать, пять минут, еще пять минут, потом будет десять, двадцать минут, эти негативные мысли в конкретном направлении. А что значит грех в переводе? Не попасть в цель. Ты будешь делать то, чего нельзя делать, ты будешь стрелять мимо, ты будешь стрелять мимо законов Божих, как Адам и Евы делали. Они сами решили, что хорошо, что плохо, и были последствия. И будут последствия, если ты допускаешь мысли в свою голову, которые нельзя допускать. Допускаешь мысли, которые нельзя допускать, с тобой конец вдруг. Если ты думаешь такие мысли, с тобой конец. Духовная распад и следует все остальное. И не надо мне показывать, насколько я хорошо все живу. Если ты стрельнул мимо. Я знаю, этот бумеранг придет назад. Сто процентов. От него не убежать. Это невозможно. Как была стену. Что было в храме Ветхого Завета? В самом центре. Десять заповедей. Десять заповедей. Что нельзя делать? Окей. Там такой... Я уже говорил, что в самом начале. Это немного в другой форме, как я говорю сегодня. Мы говорим всегда о том, что нужно, что можно, аллилуйя, победа. Но есть вещи, которые нельзя. И эти вещи, которые были в центре Израиля, это были десять заповедей, там все высказано. Об этом немного поговорим. Немного поговорим. Но в тот момент, когда ты позволяешь себе подумать, этот троянский конь, по сути, внедряется в твой мозг. И через мозги в твое сердце, в твои эмоции, а потом в твою плоть. Итак, этот троянский конь в какой-то момент он выпускает этих черных людей. Открываются ворота, и врата ада открыты. Понимаешь? Я абсолютно уверен, я от всего сердца верю в это и знаю, что все именно так и по-другому невозможно. Точно так же, если мы соблюдаем и думаем о том, что хорошо, приятно и чисто, тогда у нас нет негативных мыслей. Мы все боремся с негативными мыслями, и я тоже иногда с этим борюсь. Но если ты впускаешь эту мысль, то и потом еще сложнее. работа. Если ты ее развиваешь, то еще сложнее ее отмести. Иногда ты думаешь, все, я не буду больше об этом думать, но ты будешь это делать. Если ты это впустил, ты все равно это будешь делать. как как и как любого искушает его собственное искушение, вожелание начинается в голове, а когда он впускает корни, он вырастает и приносит смерть. И десять заповедей. Иисус говорит, я не пришел, чтобы убрать десять заповедей. Христианам нравится, говорит, мы не живем по законам Ветхого Завета. Это о чем это? Да, мы не живем. Иисус пришел, да, он умер за всех нас раз и навсегда, он сидит у Бога Одесную, и через него мы спасены. Но Библия говорит также, если кто живет и не придерживается его заповедей, это в Новом Завете уже слова. Здесь не идет речь, что ты не выполняешь порядок жертвоприношения, какой-то порядок литургии в храме. Нет, по поводу десяти заповедей Иисус говорит. Это не прощение, это каждому ясно, например. И те вещи, которые я здесь учу из Библии, каждому нормальному психиатру, нормальному психиатру, который действительно никуда не ушел в неправильное русло, он понимает это точно так же, как я и мы. Только он подойдет с другой стороны, с другой призмы. Он не может это через Библию объяснить. А мы верим, что над всем есть Бог. Я не делаю все только собственными силами, но все-таки есть Бог, который со мной. Я верю в это. Я верю в это. И развитый человек, он не может так же отрицать, что есть нечто великое, что создало нас такими чудесными. «Темные времена, цивилизация Миккин». Книга Откровений 22-12. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Я не знаю, откуда вырывают люди весь этот гностицизм. Все деяния это борьба с гностикой. Это люди, которые думают, они духовные и могут жить как угодно. И ты духовный. Ты не можешь быть духовным, если живешь как угодно в первую очередь. И ты не можешь жить нормально, если ты не справился с этим в голове, в сердце, если ты не изменил свой образ мышления. Нужно работать над изменением образа мышления. Божье Слово говорит, что в начале было Слово, и Слово было у Бога. и Слово было у Бога и стало, воплотилось в Иисусе Христе и жило между нами. А Иисус говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». Жизнь. Через Божью жертву ты приходишь к Богу, и ты должен согласоваться с Ним. Божье Слово говорит, «Снимите ветхого человека и найдите нового». Нужно достаточно много времени проводить с Богом, с Библией, достаточно много времени проводить с Богом и с собой. Нужны вокруг люди верующие. Нет цели, нет жизни. Ты даешь команду своим мозгам, вы нам не нужны, ты своим глазам даешь команду, ты мне не нужны, таланты, талантам, телу. Ты даешь команды, ты мне не нужен, и он быстро, тело твое быстро стареет и умирает. Что говорит Библия? Узкий путь, который ведет к жизни, и широка дорога, которая ведет к погибели. Думаешь, что хочешь, это широкая дорога, широкие врата, которые ведут в погибель. И жизнь, это не только на небесах после смерти, а витальность, жизнь здесь полна энергии. И первое, что нужно, это совершенствоваться. В свое сердце, в голову вложить вещи, которые нельзя трогать. И не нужно о всем убеждаться. Ты узнаешь, как закончится твой эксперимент. В данном случае лучше послушай Божье слово. Вещи, которые нельзя трогать. Итак, я все гряду скоро, и награда вместе со мной я Альфа и Омега, последний, первый и последний, начало и конец. Благословены те, кто войдут в город мой вратами. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. Я только могу сказать, что тебе нужно, а ты сам выбираешь, ты стреляешь в цель или мимо. Ты хочешь впускать троянского коня в свой разум или нет? Разум – это ворота, разум – это врата в твое сердце. И то, что у тебя в сердце, это уже либо проблема, либо благословение. Все определяет состояние нашего сердца. Нами руководствует наше сердце, а не разум. Разум может настолько, насколько ты контролируешь, сколько можно впускать в себя. А Иисус говорит, я не пришел отменить заповедь, я пришел повысить заповедь, я за корень берусь. Кто считает? Например, не прелюбодейству. Вообще странно. Здесь речь идет, что других женщин нельзя вожелать и спать с ними. А Иисус говорит, вообще, даже не возжелай внутри, даже не думая об этом. Но будут последствия. Это закон. Не возжелай. В конце концов, не возжелай. Не лги. О чем там идет речь? Распространение плохой славы человека. Например, в тюрьме. Не в тюрьме, а в суде. Когда ты даешь показания, и в нашем это понимание сегодняшнем, просто плохую славу распространять или лгать на суде. Иисус говорит, какой суд вообще? Забудьте о каких-то судах. Да есть да, а нет и нет. Если ты трогаешь, то нельзя думать, то ты останавливаешь свой рост. И это очередная крепость. Очередная крепость, которую впоследствии сложно, сложно разбить. Яков Бытие 12.8 с 10 стиха. Я как только это вижу, у меня просто мурашки по коже. Здесь написано, что солнце уже зашло. взял один камень и остался на ночь. Знаешь, у него было видение, что он будет служить большому народу, что он будет... Через него произойдет огромный народ. Мы его потомки, мы его духовные дети. Он нес видение. Он не был идеален. У него даже имя Яков, который значит лыжец, что-то такое. Его потом переименовал Бог Израилем, отцом большого народа. С ним не было легко, но у него было видение и цель перед ним. И на своем пути он пришел в какое-то место и остался там на ночь. И солнце зашло. Зашло солнце. Я не знаю, я представляю это. И внутри меня это касается. наш отец нашей веры. Он наш духовный отец. Он брал один из камней и положил себе в изголовье. Наверняка и какое-то одеялко взял. И лег на том месте и увидел во сне, вот, лестница стоит на земле, а вера ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство твоему. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в всю землю, ибо я не оставлю тебя до колени и исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал. И что он сделал? Он напугался. Он сказал, как страшно себе место, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. Представляете? Небесные врата. И он называл это место Вефиль. Это значит Божий дом или врата Божьи. в Вефиль. Я исследовал не то ли это место, где храм был потом построен. Никому это неизвестно, это в Вавилонии где-то было и точно определить невозможно. Но факт в том, что впоследствии Израиль построил храм. И во Святой Святых было 10 заповедей, 10 принципов, что нельзя делать. Но Иисус пришел и объяснил, не нельзя делать, а не впускать свою голову в мыслях. Ты должен быть как крепость, которую невозможно завоевать. Скажи, я крепость, которую невозможно завоевать. Как об стену мой разум, как неприступная крепость. Твоя крепость в голове. что в твоем сердце? Это уже нельзя решить сегодня. Это длительный процесс. Иногда чудесным образом Бог что-то вырывает, но в любом случае то, что внутри, в сердце, это другой процесс уже. Но что в твоем разуме? Врата небесные здесь и врата ада здесь. Если кто-то помнит фильм такой, врата небесные, царство небесное, я ездил и думал, вау, что за Сарландо Блума в главной роли. Я несколько раз видел этот фильм, мне нравится этот путь этого крестоносца, который пошел в Иерусалим. Он искал обращение, он убил монаха, он хотел пойти найти Голгоф. И в итоге он пришел к этой Голгофской горе и он понял, что это все глупость, что Царство Небесное, оно здесь, здесь и здесь. Здесь врата, а здесь Небесное Царствие, куда может прийти и жить Бог. Понимаешь? Это врата, которыми я контролирую, кто туда войдет. Есть вещи, которые категорически нельзя трогать и опасно какого-то троянского коня туда впускать. Он выпускает целую кучу, не буду говорить о злых духах, но негативные мысли, которые однозначно пригласят что-то негативное. и сверх всего береги сердце твое, потому что оттуда происходит жизнь, потому что то, что у тебя в сердце, это влияет на все, на твою, на твои эмоции, на твою плоть. Если я допускаю, что меня кто-то раздражает, если я допускаю, чтобы какие-то действия раздражали меня, то они меня контролируют, получается? Они меня не будут контролировать. Делай, что хочешь. Как у нас была эта песня Райло? Не смотри на других, пусть рычат. Пусть рычат. Но если я должен поговорить с каким-то человеком, который говорит со мной, он говорил обо мне плохо, он поступил так плохо, я уже забыл даже как и почему, но я просто помню, что и знаю, что все было плохо. Но мне интересно, как у него дела, как он живет, я не желаю ничего плохого, хотя я знаю, что будет плохо. Как бы он ни улыбался, я знаю, что никуда не пропадет, этот буменранг вернется. Я в корне знаю, но жаль, что это с тобой так. Понимаете? Мы можем нормально поговорить, я могу прийти на встречу, если человек сам выражает желание меняться, приходи, я помогу тебе, я не держу злого умысла на тебя. у меня нет плохого ощущения против этих людей, просто нет. У меня хорошее сердце, понимаете, оно такое просто создалось. Я не могу думать постоянно, тот мне это наделал, тот мне то-то сделал. Например, в семье. непрощение только удерживая в себе будет плохо. Разве Иисус не говорит, если вы не простите, и я вам не прощу? Принцип там написан, и это любви к ближнему, любви к ближнему. иди со своим врагом. Если он заставляет тебе одну милю пройти, пройди три. Я люблю своих врагов. Не написано ли так? Я не говорю, что я идеален, всех там обожаю, таю перед всем. Не совсем, наверное, так, но я сам знаю, что внутри, что внутри во мне что-то хорошее, что нет таких людей, которым я не мог бы простить, нет таких людей, к которым я могу плохо относиться. Нет, есть люди, с которыми у меня были какие-то связи, я радуюсь за них. И так точно я говорю, Господи, спасибо тебе, вот это тот человек, слава Богу за него, что у него все классно. Никто же не мой, не мое имущество. Это моя среда. я здесь строю свой сад, созидаю свой сад. Ты можешь прийти и кушать. Не то, чтобы мне совсем не важно, иногда неприятно, если что-то не в порядке, но я созидаю свой сад. И я знаю, что я прав. И в этой истине моей правде сила. Иди в войну полон победы, осознание победы. Осознание победы. Это говорится в Библии. Если ты знаешь, что ты прав, иди дальше и не смотри на других. Прощай, примиряйся и иди дальше. Пусть будут больше людей, которые помнят тебя с хорошей стороны, а не со злой. Никогда не будет, что всем ты будешь нравиться. Со своей стороны нужно делать все-таки все, что можно. сад он в сердце, а врата в этот сад, Царство Небесное, в голове. Матфея 16-17. Тогда Иисус сказал, когда у Иисуса спрашивали учеников, Иисус спрашивал у учеников, что люди думают обо мне. Ученики ответили, что Иоанн. Иоанн спросил у Петра, а как ты думаешь? И Петр ответил, ты Христос, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон, ответил Иисус. Я тебе проповедую, я тебе раскрываю какие-то вещи, но подобно как у Петру, важно самому понимать, Иисус подчеркивает, не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. И говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам Царство Мое, Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. На тот момент еще ничего не было. Петр впоследствии еще трижды предал Иисуса Христа, хотя головой он был уверен, что все в порядке. И, к сожалению, через эти врата в этом сердце все еще не было в порядке. Но впоследствии он добровольно сам ушел на смерть и к тому же на кресте вверх ногами. он после этих слов Иисуса он еще предал Иисуса даже в момент, когда, возможно, ничего ему и не угрожало. Со временем все меняется. Приводя в порядок свое содержание своего сердца. Отец открыл тебе. Лично ты должен это понять. Лично ты. должен быть уверен. И не нужно проходить через какие-то ошибки, чтобы убедиться в этом. Выбери проходить через меньшие вещи и убедиться. Через сложные не нужно проходить, потому что могут быть последствия необратимые. И нет такой безысходности, из которой нет как минимум три выхода. Было бы классно, если бы так оно и было. было бы классно. Ты здесь в церкви. И по милости Божией. Бог благ. Бог благ. Не всем так повезло. Не всем так повезло. Иоанна 10,9. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется и войдет и выйдет и пажить найдет. Я повторю тебе несколько заповедей из исхода 20 главы. 20 глава исход. Первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Второе. Не делай себе кумира и изображения Бога. Третье. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Произносить имя Бога напрасно. Это значит просить у Бога то, что он не должен тебе давать. Это значит по привычке и язычников в те времена они верили, что если ты знаешь имя Бога, ты можешь его контролировать. Ты контролируешь Бога, но ты не можешь контролировать Бога. Выброси это. Это красный красный флажок. Не допускай такой мысли. Ты не можешь контролировать Бога. Ты не можешь постигнуть, чтобы Бог делал то для тебя, что противоречит природе Божьей. Это невозможно. Это принесет только проблемы тебе и другим. Просто старайся жить в Его воле. Будь на этой пути. Смотри на свой путь сегодня. Главное быть на пути. На пути. Например, мужья, мужья, главы семей. Вы должны заботиться за своих семей. Точка. Жены рожают. Они не могут. Получается, что жена может и рожать. Жена может тянуть покупки домой. Жена может работать в общественной работе в церкви. Она служит лидер. У нас, например, в церкви в основном лидеры групп женщины. Хотя должно было бы и быть наоборот. Служить Богу, быть лидером, это привилегия. Это привилегия для тебя самого. Можешь это делать, можешь не делать, неважно. Женщины могут все. Они могут и на войну идти, защищать свою родину. А мужчина смотрит хоккей, работает где-то там, что-то там. Ну, кем? Окей, на складе. И вообще не думает о том, чтобы расти, чтобы воспитывать детей, их как-то... Но Бог дал ему такие способности мужчине, что ему не нужно рожать. в основном. В основном. Итак, сама природа, Бог нас создал такими другими, что мужчина должен приносить деньги и содержать семью. Жена не может, она развиться большим каким-то служителем. Она ограничена. если там семья, там... Женщины, говорите, мы можем все, скажите, мы можем все. это было классно даже. Ладно, сделаем так. Мы можем все, но мы не хотим все. Скажите, мы можем все, но мы всего не хотим делать. Обидим вас. Дай громкую славу Богу. Женщина, конечно же, должна сама заботиться обо всем. Все должна делать сама. Естественно, нельзя полностью надеяться. Бог сам установил, как все должно быть. Если ты будешь перепрыгивать через это, к сожалению, в какой-то момент ты что-то испортишь. Это что-то портит. Ну, я же, какие-то нестандартные ситуации, когда жена должна брать на себя ответственность. Много разных ситуаций. Перед Богом ни женщина, ни мужчина не особен. И это действительно равноправие, но функции у них разные. Это нужно понимать. Если ты мужчина, ты не перепрыгнешь через это. Ты должен стараться. я понимаю, вот что я хотела сказать. Можно понять, что сегодня ты беден. Это можно понять, но нельзя понять, что сидя здесь, ты не принял какие-то меры и не начал растить в этом направлении. Вот этого нельзя понять. А миллионер это не тот, у кого есть много денег. Миллионер это мышление. Я должен заботиться о своей семье и я буду заботиться о своей семье. Скажи, я буду заботиться за свою семью. Давайте мужчины будем скажем, я буду заботиться о своей семье. Я миллионер, скажи. Вас знай громко и слава Богу. Точнее, я буду обеспечивать свою семью. И насколько вы эмоционально я это не преподносил, это просто так. Это просто так. Смотри, почитай отца и мать свою, например, следующую заповедь. Помни день субботний, об этом мы говорили, не убей. А что Иисус говорит, не убей? Какой убить? Какая речь об убийстве вообще? Если ты злишься на своего брата, ты уже верховные суты, подлежишь верховному суду осуждения, если ты просто злишься на своего брата. Иисус повышает, он берется за корень. Откуда убийство? От зла, непрощения, отверженности, зло, все в голове. Как ты смотришь на обстоятельства вокруг себя? Почитай отца и мать свою. Здесь идет речь только о родителях? подумайте. Почитай отца твоего и мать твою. Не убей, не прелюбодействуй. Иисус говорит, какое прелюбодеяние вообще? Иисус говорит, если кто женился на одной, фаризеи приходили и говорили, нам Моисей разрешает разводиться. Это было как особенные какие-то причины, когда надоедала эта жена. Там были условия свои, но это было допустимо. Могли разводиться. Он говорит, чего? Какой развод вообще? Кто отлучается от своей жены и женится на другой, он прелюбодействует. Более того, кто женится на разведенной, тоже нарушает брак, тоже прелюбодействует. Иисус идет дальше. И вообще разведенный, неразведенный, кто смотрит на женщину и желает ее, он уже нарушает эту заповедь. Порнография. Пусть твои врата твоей крепости будут закрыты в твоих мыслях. Через твои мысли возникают и действия. Не прелюбодействуй. Не кради. Сколько у людей здесь программатура Windows краденая? Не кради. Написано же. Сколько краденых? У меня заплачено, и я все плачу. Я абсолютно все покупаю. Я все программатуры покупаю. Все, что мне нужно, все покупаю, за все плачу. И знаешь почему? Не потому, что нельзя украсть, скачать. Так принято. Программы бесплатные можно достать и их всех ставят. Я не думаю, что если человек это не понимает, и все, Бог говорит, все, ты нарушил заповедь, и все. Это не так, но я понимаю, я теряю из-за этого. если я не плачу за программу, я потеряю. Почему? Потому что эти люди, они работали, чтобы создать эту программу, которая мне нужна, чтобы я мог чего-то создать. Если я за это не плачу, беру за бесплатно, то у нас нет сотрудничества между нами. Прекращается сотрудничество, потому что я чем-то пользуюсь и даю взамен. Это значит, что я не даю взамен, и это мой образ жизни получается. Я за все стараюсь платить. Я принимаю какие-то дары, если мне кто-то что-то дарит. Нет проблем. Ну, например, за какие-то услуги по-другому я очень смотрю, слежу, чтобы я заплатил. Я не могу не заплатить. И даже не потому, что ты мне нравишься, или мне нравятся расходы, тратить деньги. Я просто плачу, потому что это принцип. Если я беру, я должен дать что-то взамен. В противном случае я нарушаю гармонию, и я сам буду в проигрыше. Представляете, насколько эгоистично? Мы все люди эгоисты. И ты, друг, тоже эгоисты. Эгоисты. Но нужно быть эгоистом. Божье слово нам в этом учит. Возлюби Бога и ближнего своего как самого себя. Как себя самого. Ну, а как ты можешь любить, если ты себя не любишь? Если не заботишься о себе, как ты будешь заботиться о других? так что не кради. Когда ты приближаешься к Богу, и чем больше ты понимаешь Его принципы, ты больше не можешь этого делать. Я краду у себя. Я краду у себя, если я не заплачу за то, что было создано для меня. Я могу этим наслаждаться. Все, что делаете, делайте во славу Божьей. Все, что ты создаешь. И мне понравилось, понравилось, как София создала это древо жизни. Человек работает, и ты смотришь, и ты наслаждаешься этим. Создавай то, что тебе самому нравится. Не давай лжесвидетельства, не возжелай. И в заключении Матфея 22-35, когда один фарисей подошел к Иисусу и спросил, какая самая главная заповедь? Иисус ответил, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всей душой, твоим разумением твоим. Это значит, исключи любую мысль, которая не соответствует этой заповеди. И вторая же, подобная сей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. 40-го стих все высказывает на сей в двух заповедях, утверждается весь закон и пророки. Сама суть. Возлюби Бога, себя и своего ближнего. Себя не забудь. Бога, себя и ближнего. Как самого себя. И будь счастлив. Будь счастлив. Я действительно рекомендую, пока ты на пути, а примирись с людьми, примирись с людьми, пока он тебя не предаст в суду. Ты не выйдешь через это, пока не заплатишь свою последнюю лепту. Это в любом случае нужно сделать. Это внутренние проблемы. Это нужно сделать. Но еще лучше исключить эту мысль с самой сути. Но есть вещи, которые нельзя трогать. Здесь не идет речь о жертвоприношении, мытье посуды. Там так много вещей. Главное, в твоем разуме воротов Царства Небесного должны быть закрыты. И те врата, которые ведут вечную жизнь, которые ведут полноценной жизни, они должны быть открытыми. о том, что хорошо, приятно, чисто, об этом думаете. Это не работа одного дня, это работа годами совершенствоваться. Господь благ. Ты чудесен. Скажи, я чудесен. Аминь. Божье Слово это говорит, что Он создал человека по своему образу и по своему подобию. Ты чудесно создан. У тебя чудесные способности. И самое главное, ты должен быть счастливым, счастливым, но не стремись к счастью, стремись к Богу. И все остальные вещи приложатся. И помни, есть вещи, которые в самом корне нельзя даже думать. Есть вещи, которые нужно в самом корне думать. Все. Аминь. Пока. Воздай громкую славу Богу. Субтитры создавал DimaTorzok